Вот это здание, которое стоит на кадастровом учете, сведения по Росреестрам. А вот здесь я пунктиром нарисовала вот этот пристрой, который сейчас сносится. Его здесь нет. Пристрой к магазину товаров для ремонта расположился аккурат там, где должна пройти новая трамвайная линия. Он появился позже основного здания и, согласно документам, незаконно. Чтобы закончить строительство путей, эту часть магазина необходимо демонтировать. Сделать это собственнику предложили самостоятельно два месяца назад. Это законная постройка и земля законно в моей собственности находится. Строение самовольное. Были подняты архивные документы, были получены сведения из БТИ, из Росреестра, из архива областного, из архива городского. Никаких сведений о нахождении и регистрации строения на данном земельном участке не было получено. Здание входит в границу красной линии. Это земля общего пользования, которая необходима для государственных и муниципальных нужд. Всего объектов, которые мешали строительству трамвайной линии, было восемь. Этот последний. Остальные демонтировали. Но с участью своего магазина собственник мириться не собирается. Когда рабочие уже готовы приступить к сносу, баррикадируется в здании. На переговоры идти отказывается. Лишь периодически открывает двери сочувствующим, а затем и совладелица. Но надолго осесть в укрытии не получается. После долгих перипетий пристрой к ангару все-таки начинают сносить. И вскоре на этом месте проложат недостающий участок трамвайной линии. Протестировать новые пути жители смогут в апреле 2018 года. Алина Чемери, Станислав Левин. События.